Моя Родина Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Здравствуйте, друзья! Серьезный разговор опять про молодежь. Дело в том, что сейчас вы видите, после долгого перерыва, моего лучшего воспитанника из молодой поросли, Тимофея Николаевича Мутовина. 14 лет, у него не обязательно это случится, но, возможно, жизнь повернется так, что ему поможет выжить переименование в Железово фамилии. Хотя я на этом не настаиваю, но буду почему-то рад, если еще один Железово появится на этом свете. Сейчас я объясню, почему я так рассуждаю. Первые все навыки он получает. Сейчас вот он соберет два ведра уссурийских груш диких, получит 200 рублей. Это, конечно, мелочь. Это мелочь для вас мелочь. А для него это серьезные деньги, учитывая возраст и то, что где же ему еще заработать. Потом он будет взрослеть, и, возможно, садоводство станет его второй профессией. Я решил вернуться в прошлое, чтобы вам рассказать именно о том, как меня садоводство спасло. В прямом смысле. От нищеты. Считайте от позора. Почему? Возьмите, допустим, американскую пословицу. Если ты умный, то почему ты бедный? Это в Америке. Там, если ты умный, значит, у тебя и шанс. А у нас... Сейчас сразу это горькие усмешки у многих из вас, кто меня слышит. А у нас, если ты умный, то ты почти, наверное, ка бедный. Все. Молчание. Грустное молчание. Продолжаем эту тему. Значит, итак, в 2001 году я иду на пенсию. Мне 51 год. Льготная пенсия. Но это такая пенсия, что... Надо было выживать. Я устраиваю два садика по полставки. Самое низкооплачиваемое. Там 3 тысячи полставки, там 3 тысячи. Вот. Самое свертое, что я занимался именно безопасностью детей. У меня это позволяло мое прошлое. Мой высокий уровень как специалиста по безопасности труда. Ну, 6 тысяч это было все-таки какое-то спасение. Но у меня уже тогда были обязанности перед другими людьми. То есть это я еще не самый бедный. Пенсия, мягко говоря, небольшая, плюс 6 тысяч. Тогда я начал подрабатывать следующим образом. Вот. Объясняю. Здесь же возле Красного Хутора. Я то на тележке, то купил за последние деньги, увольняюсь, АКУ, которую часто приходилось не меня возить, а ее толкать. Вот. Я заезжаю в тайгу недалеко, полкилометра, километр. Вот. Несколько мешков с землей набиваю дичками. И так у меня саженцы в моем саду. Большой-большой кучей сложенные. Вот. Затем я, это весна. Вот. Я беру, прививаю их. Так. И высаживаю, прививаю за столом, высаживаю. Вот. Продаю осенью полноценными. За 4-5 месяцев они достигали высоты метр, полтора и даже два. Покрывали святостью япочками, я привал на 2-3 клетки. И у меня сразу появились нормальные деньги. То есть я сразу перешел в средний класс. Как? 500 саженцев по 500 рублей, четверть миллиона. Ого. Вот. Тогда я увольняюсь с этих двух садиков и всерьез занимаюсь садоводством. В это время у меня на острове начинает плодоносить сад. 1500 только яблонь. Плюс несколько десятков уникальных вещей. Как то фундук, черные вишни, 40 сортов груш. И тогда я собирался продавать плоды. Плоды я продавал только полноценно один год. Несколько грузовиков. Ко мне приезжали уже слухи. Полна земля слухов про железо. И в 2005 году я заработал первые 100 тысяч, может быть 200 тысяч, я не считал, на продаже. Прямо на месте. Зайзает грузовик. Подешевки, лишь бы только не портились. Вот. И вырвали хорошо. И тогда, значит, в 2006 году весной я сад сдал в аренду. Я все-таки селекционер в душе. Вот. И в этой же весной селекционеры эти проспали и сад сожгли мотоциклисты. Аукнулось. Мне кажется, что где-то кто-то, кому я на мозоль наступал на заводе, а может быть это же бывшее пастбище, не пастбище было, а покос, мне отдали землю, якобы никому не нужно. Но там же косили, пусть незаконно, но косили. В общем, два мотоцикла, четыре парня. Предвестник этому был. То есть, когда мне соседский сторож сказал, что приехали мотоциклы и сад загорелся, я вспомнил, что было неделю до этого. Я все-таки пытался делать вид, что я живу на острове. Вот. И однажды мотоциклы заревели. Я вышел, смотрю, они остановились. Два мотоцикла, четыре парня. Но за оградой. Вот. И я тогда вернулся в дом, взял двустволку. И так как у меня был небольшой курганчик, я встал на него демонстративно, держа в руках ружье. Вот. Мотоциклы заглохли, парни начали переговариваться. Вот. Отчетливо слышал. Но у него же ружье. Они, видимо, были очень настроены или их очень попросили. А, возможно, даже заплатили. Потому что угрюмое молчание, я стою, молчу, в ста метрах, четыре парня, вот, с мотоциклами. Уже молчащими его циклами. Вот. Минут десять угрюмое молчание. Посовещались они и уехали. Ну, а через неделю сад сгорел. Мои арендаторы спали в домашних квартирах. Накануне выпал дождь. И они решили, что трава ни за что не загорится. Вот. И так сада не стало. Несколько десятков выживших яблонь давали такие вырожаи, что я показывал их. И в статьях еще. Я тогда еще печатался. Тогда мои статьи еще нужны были. И в фильмах, и в интернете. Вот. И так на следующий год у меня поднялась. Я рассказываю не просто, как это, самая, как повесть. А рассказываю о серьезных вещах, которые помогут. На следующий год из земли по сгоревшему саду вылезли огромное количество, уже огромное, корневых отводков. Их было не тысячи, не это. Их было десятки тысяч. Вот. И тут ко мне прибился парень. Опять, заметьте, я о деле буду говорить. Из Красноярска. Поругался с женой. Приехал. Он дом на острове пустой. Это живее, если хочешь. Вот. Деваться некуда. Так бывает. Вот. У него микроавтобус. Все путем. Вот. А японские. И дайте мне работу. Да, пожалуйста. Следующей весной мы прививаем вдвоем эти самые. Я прививаю, он обматывает. Я прививаю, обматывает. Вот. Накрыли бутылками порядка 600 саженцев. Привитого земли. И бутылка накрыта. У меня есть фотографии. Далее самое интересное было. Значит. Я решил на лето их там не оставлять. Потому что мыши 100% съедят. У меня до этого они там съели 400 груш. 200 привитых, 200 нет. Это был большой удар на меня. Деньги. На ветер. И тут у него микроавтобус. В Венесее полно протока. Заполнилось водой, как бывает. На моей резинолодке он брал несколько ведер. Вставлял в них с комом земли саженцы. Бережно. Только они наклюнулись. Брал только наклюнутые. Переправлял на лодке. Грузил микроавтобус. Привозил. И тут началась обычная Одиссея. Потому что ко мне поехал народ за саженцами. Саженцы были быстро. Это уже была та же весна. Май месяц. Ажиотаж. Саженцы были проданы. И люди видят, что на их глазах. Каждый день до 10 машин. Это не то, что сейчас каждый день не одной. А тогда до 10 машин. И они видят, что он заносит эти ведра. Каждое ведро по два этих. С комом земли саженцы. Вот. И мы их давай рассаживать. Ой-ой-ой. А почему сразу не на продажу? Да пожалуйста, за полцены. Случилось невероятное чудо. Ажиотаж был такой, что уже теперь не они, а я говорил. Или ждите осенью за тысячу рублей. Вот. У меня же лучшие сорта во всей Сибири. И почти в России. Показывали Белоруссию на днях. Как Лукашенко проверял эти. Как они хозяйничают. Яблоневоды. Ну, уже тогда мои яблоки были чуть ли не красивее этих. Ладно. Белорусских. И тогда, значит, получилось так, что май закончился. А у меня все 500 саженцев проданы. По 500 рублей. В качестве я называю это полуфабрикацией. Я их даже не садил. Вот. Развозили. Всем один и тот же совет. Умрет, осенью получите от меня. Я же еще потом посадил. Вот. Параллельно. Получите осенью у меня саженцы. Которые уже, назовем, годовалые. Вот. И тогда, значит, один единственный человек приезжал, сказал, да, погибли. Вот. И я его собрался выкапывать. Но я всегда, почему я говорю, что это не лекции, а рассказы. И вот этот рассказ я чуть украшу вот этим вот. Муж и жена саженцы погибли. Говорит жена. Вот. И я собираюсь выкапывать. Беру лопату. Почти выкапаем. Заменим, конечно, бесплатно. И вдруг мужик говорит, слушай, хватит врать. Эти саженцы собака сгрызла. Вот. Ну, прикупили они пару саженцев еще. Они сняли, что ехали в такую даль. Я представляю, бедный мужик, что ему жена ночью как минимум не дала. Или дала по морде. Потому что два саженца могли взять. И те же, оказывается, виноваты сами. И могли получить два саженца бесплатно. А так, ну, я продал подешевле. Все-таки мужика было жалко. Представляю, что его дома ждет. Вот видите, это рассказы. А так получилось, что мы на двоих с моим помощником, вот, Тимошковым, Юрой, заработали на двоих за весну, за месяц. А ведь я не зря это все рассказываю. Я потом вот этого Тимоша, своего внука, заставлю все это выслушать. Вот. Потому что это бесценные рассказы. И так, четверть миллиона на двоих. Ну, у меня еще были доходы. У меня уже сад был уже. До этого саженцы уже выращены были. Но я принципиально именно эти 250 тысяч вырученные за 500 диких. Ой, заговариваюсь. По преду. Вот. Вот они дикие груши собирают. Это у меня слово дикое часто на языке. Так вот. Значит, 250 тысяч рублей. Я честно разделил и вручил ему 125 тысяч. Вот. На этом все закончилось, потому что он помирился с женой. И уехал. Вот. Ну, а у меня остался опыт. И так, из ничего я сразу стал четверть миллионеров. Раз я заработал четверть миллиона, я назвал себя четверть миллионером. Вот так вот. Ну, это грустный смех. Несколько десятков этих. Все, закончил? Одна-две получилось. Давай, тащи сюда, мы их покажем. Это будет следующий момент. Вот. По одной таскай. Все равно надо спину беречь. По одной. Вот зануда. Так. Когда ты, деда, слушаться будешь? Теперь так. Тимоша, присядь и послушай, развесь уши. Я еще не закончил разговор. Значит, особые случаи, одни последние. Несколько десятков яблонь, выживших после пожара, дали мне каждое до 30 ведер, а уже тогда я начал привыкать к большим урожаем. Вот. Вернуться снова туда. Еще попытку сделал. Это я уже рассказываю как рассказ, не как лекция. Арендаторы проснулись. Вот. И сразу не успокоились. Нет. А что, если мы восстановим сад? Я говорю, давайте. Там полно этих самых сеянцев. Не сеянцев, а корневых отводков. Вот. Я им подарил эти черенки. Я их сам несколько сотен привил. Восстановить было легко. Буквально второй-третий день должны были заплодоносить. Вот. Но наступил, то, о чем я рассказывал, это был 206-207 год. Наступил 208-й год. И несколько сотен саженцев мной привитых. Они так еще не собрались прививать. Только все собирались. В 208-м году. Хотя один из зарядаторов ночевал на острове. Домик кирпичный сохранился после пожара. Вот. И вдруг случилось следующее. Значит, второй пожар, который дожег все остальное. Тимаш, слушай, вот это вот и сливы висят. Вон на него. Смотри. Вон на него. Вон пальцем показывает. Вон синее. Я проверяю твое зрение. Принеси, пожалуйста. Сколько там? Всего-то, наверное, 5 штук. В лучшем случае. Вот. Так, продолжаем. Подойдешь, покажешь на ладонях. Я случайно их заметил. Я туда... Они пока были зеленые, я их не видел. Вот. И на ладонях покажешь. Еще там есть. Или хватит пока. Ладно. Вот здесь, перед этим, перед камерой. Вот сюда, сюда, сюда. Покажи вот это чудо. Вот видите? Вот это вот 40-граммовое. Это слива сорочинская из Украины. А, вот так. Еще вот сюда, сюда, сюда руку. Вот так. Ага. Ну, и все пока. Теперь привыкай к этому вкусу. Дело в том, что я про них тоже, это, хочу поговорить. Но у нас заканчивается время съемки. Каждый 20 минут отключается. Ну, в общем, после второго пожара всех руки опустились. И остров замер, наверное, навсегда. Вот. А опыт остался. Просто он остался. Потому что была вторая попытка моя. Вот. Когда мне пришлось снова копать 500 саженцев. И опять четверть миллиона. После этого я эту схему прекратил. Вот. И сейчас съемка эта закончится сама. По одной причине. Перестали ездить покупатели. Вот. Естественно, уже зарабатывать. Вот так вот. Когда хапают, хапают, хапают. Даже не давая мне возможности выращивать больше. Третьей попытки уже не было. Выращивал. Так. И перешел на посылки. Потому что исчезли стариногорские покупатели. Остались по одному два. Минусинск, Шушинская. А Бакан. Красноярск, Томск, Омск. По одному. По два клиента. Все. Так. Заканчивается разговор. Я надеюсь, он чего-то пригодится. Для чего. Вот. Садоводство кормить может. Наверное, эту первую серию так и назову. Садоводство кормить может. Если умеете прививать. Прививать. Вот последнее волшебное слово. Ключевое. Если умеете привать. А большинство говорит. Пришлите мне косточки. Только бы не привать. Чтоб сразу были такие. Ну, например, вот такие. Это же привитые. Видите. Все. Благодарю за внимание. Продолжение следует.